Я сказала эту фразу, она сразу на меня посмотрела и сказала, я не могу тебя посадить в самолет. И я так, жах, меня так, знаете, она смотрит на меня как на умалишенную, естественно. Сказать, что я была в шоке, ну вообще в трансе, я не могу сказать ничего, это было просто вообще... И я такая, о май гад! Всем привет, всем огромный привет из Канады, я вернулась, я прилетела, как вы догадываетесь, естественно, раз я обещаю из дома. Я сегодня хочу рассказать вот мой опыт и вообще ситуацию с полетами, с перелетами, если они еще там на улице перестанут что-то пилить и стричь траву, это будет прекрасно. Не знаю, слышите вы или нет, но мне очень хорошо слышно какой-то там жуткий шум за окном, надеюсь, что это скоро прекратится. Так вот, я хочу рассказать сегодня о том, как я летела, о всех этих правилах, тестах, в общем, что надо делать и что со мной произошло во время перелета, потому что, может быть, это кому-то понадобится. Я знаю, что сейчас не очень много людей летает туда-сюда, но, возможно, все-таки есть люди, которые хотят полететь. И, в общем-то, я, может быть, кому-то это будет интересно и полезно. Я частично там какими-то кусками рассказывала в первом моем видео, когда я летела, о том, что меня отменили рейсы и, в общем-то, все эти перипетии. Но я, в общем-то, сейчас хочу это объединить в одно такое большое общее видео о том, как я летела туда, как я летела назад. И, так сказать, что произошло со мной по дороге. Я хочу сразу сказать, что, когда я вернулась, наконец-то, из Нью-Йорка, все-таки благополучно, несмотря на все препятствия, которые мне пытались учинить по дороге, Я, первую фразу, которую я сказала, это сидите, блядь, дома, потому что летать сейчас, во всяком случае, у нас в Северной Америке, это геморр. Просто, знаете, можно застрять где-то и стряпать все нервы. И, в общем-то, ну, короче, если вам не очень нужно лететь, и это не какая-то необходимость, то лучше никуда не лететь и действительно сидеть дома. Значит, давайте я начну с того, что мне нужно было сделать перед тем, как я летела. Значит, для того, чтобы вылететь из Канады, нужно было сделать тест. ПСР, по-моему, или ПЦР он называется по-русски. У нас он называется молекулярный тест, то есть это не быстрый тест, а тест, который, в общем-то, получение результата берет где-то сутки-двое. Этот тест у нас в Канаде стоит в 200 долларов плюс, но я... Почему плюс, я говорю, потому что 200 долларов плюс такс, это получается где-то 220, это очень немало. Но я вот сейчас уже стала видеть рекламу и слышать, что есть какие-то другие места, где предлагают этот тест сделать за 100 долларов. И больше, и меньше. И, в общем-то, я вам хочу сказать, что я не знаю, место, где я делала тест, это, в общем-то, довольно известная сеть аптек и лаборатории. Поэтому, как бы, я могла надеяться на то, что я получила результат вовремя. А всякие маленькие аптеки, неизвестно какие, бог его знает, знаете, никогда не знаешь и ничего не известно. И, в общем-то, по большому счету, этот тест был никому не нужен, но об этом после. Значит, для того, чтобы сделать этот тест, а я, честно говоря, не знала вообще, как это все происходит. И я пошла в нашу ближайшую аптеку, в большую нашу сеть канадскую аптек, которая называется Shoppers Drug Months. Это наша самая известная, самая большая, по-моему, сеть аптек в Канаде. Наверное, кто живет в Канаде, вы ее знаете. Я так зашла, знаете, с Панталыку и подошла там и говорю, вижу, что там написано здесь, делаем тесты. И я им говорю, ребята, вот мне нужно сделать тест, я летаю такого-то числа, что мне для этого надо, когда мне прийти, можно ли прийти просто так. Они мне говорят, нет, ну что ты, что ты, ты должна сделать оппонент онлайн. И, кстати, ты знаешь, что это стоит 200 долларов плюс такс. Я так, у меня так челюсть немножко хоп, я, честно говоря, думала, что это делать бесплатно. Потому что когда-то у нас тесты, в том числе и для перелетов для самолета, делали бесплатно. Но времена меняются, всем нужно заработать, и поэтому, в общем, это безобразие, конечно. Такая цена безумная, потому что я за билет свой заплатила, по-моему, 350 долларов, чтобы лететь в Нью-Йорк, а за тест 220 вообще. Ну ладно, бог им судья. Короче говоря, значит, я сказала, окей, я, как мне это сделать? Она сказала, ты должна зайти на наш веб-сайт, и там тебе будет, тебе дадут дирекшн, как ты должна сделать оппонент. Я зашла на их веб-сайт, заняло это у меня минут 40 времени, потому что я скажу, что у меня, значит, сначала зашла на их веб-сайт, ответила на миллион вопросов. Куда я лечу? Каким рейсом? Номер паспорта? Там, в общем, ну, какие-то миллион вопросов, и потом меня оттуда перекинули на веб-сайт лаборатории, который, собственно говоря, делает этот тест. Там я тоже ответила на миллион вопросов, плюс дала свою кредитную карточку, чтобы они с нее сняли деньги. Потом меня снова, после того, как я им заплатила, перекинули на веб-сайт аптеки, где опять я отвечала на 1500 миллионов вопросов, и, наконец-таки, наконец, мне удалось сделать к ним оппонент за пару дней до полета. Я сделала тест, и очень быстро, в течение где-то меньше, чем 24 часа, меньше, чем сутки, мне пришел ответ. Все прекрасно. Я его скачала в свой телефон, я напечатала его на бумажке, чтобы у меня он был на бумажке, на случай, если не будет интернета в аэропорте. В общем, я все предусмотрела. Ну, про то, что мне не лирейс, вы уже знаете, то есть за несколько часов до моего полета мне не лирейс, я помчала в свой аэропорт, я уже эту историю рассказывала, там сделала хипиш, в общем, короче, который особо не имел большого значения. Но дело в том, что когда первоначально мне мой билет перенесли на два дня позже, от билета, от которого я отказалась, помните, лететь через Атланту, в общем, все вот это вот, я когда была в аэропорту, я им сказала, ребята, а как же мой тест? Я ведь сделала тест, тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа. А я сделала тест вот как бы за 72 часа до моего полета. Значит, если я сейчас буду везти на два дня позже, то мой тест будет как бы просрочен. Ну, как-то это некошерно, да? На что они так все пожали плечами и сказали, ну, ничего, если у тебя рейс был отменен, это не по твоей вине, то, значит, тебе как бы продлят этот срок годности твоего теста. Я сказала, ну, ладно, опять же, подумав, что эти мне сказали в аэропорту, а когда я буду в Америку влетать, мне скажут, нет, мы ничего не знаем, то, что тебе там сказали, в Торонто это одно, а у нас тут свои другие порядки. Ну, вы знаете, когда одна рука говорит одно, другая рука говорит другое, ну, то есть не рука, а власть имущей. А потом ты оказываешься в результате вот этой воронки, вот между вот этими вот недоговоренными сторонами, и ты сам дурак получаешься, да? Кстати, на самом деле, я, собственно говоря, и села записать это видео, потому что есть очень много информации, официальной, неофициальной, но поскольку есть какое-то разночтение во всем, в каждой стране свои какие-то порядки и правила, здесь то, здесь это, и они, по-моему, между собой-то толком не договорились, а люди очень запутаны, и, в общем, все это очень запутано, и поэтому, поэтому, как бы, много вот таких вот неприятностей, и, в общем-то, очень нервных, как бы, событий с фондой произошло, я была в очень сильном стрессе. Ну, короче, да, я уже рассказывала, что я все-таки добилась своего рейса, который был на день позже, а не на два дня, и очень я радовалась этому, потому что, в принципе, этот рейс был на сутки только позже, и получалось, что эти 72 часа я еще в них, как бы, вписываюсь, на всякий случай, если вдруг то, что мне сказали в аэропорту, не совсем правда, то я все равно, как бы, остаюсь вот этим вот временом, в временных этих рамках, 72 часа был сделан тест до полета. Потому что я же дурочка наивная, мне же, что говорят, что я и верю, я же, понимаете? Да, приехала я в аэропорт на завтра, вот, после того, как у меня отменили рейсы, я, значит, иду на паспортный контроль, а у меня не было с собой багажа, у меня был только маленький чемоданчик, такой ручной окладь, который я хотела взять с собой в самолет, и вы знаете, как в аэропортах обычно, значит, есть стойка авиакомпании, через которую вы летите, а летела я Air Canada, это наша канадская авиалиния, самая большая наша компания в Канаде, значит, стойка Air Canada, и поскольку мне к ним не нужно, потому что у меня нет багажа, я иду в автомат, я не знаю, как где, но почти во всех больших аэропортах есть стойка, а есть как бы машины, автоматы, что вам не нужно идти и стоять в очереди к человеку, а вы идете в автомат, вы там сканите свой паспорт, вы сканируете свой бархат, если вы уже онлайн зарегистрировались до этого, и вам подают машинка, это посадочный талон с вашим местом, гейт, куда идти, в общем, все нормально. Перед тем, как зайти вот в это вот место, где стояли вот эти аппараты, стояла небольшая очередь, и перед началом этой очереди стояла дама, и спрашивала всех, у вас есть тест, у вас есть тест, у вас есть негативный тест, и я, значит, вытащила свой тест, думая, что сейчас она мне возьмет, она проверит, если это мой тест, она сравнит его с моим паспортом, она посмотрит, когда он был сделан, если это было 72 часа назад, но ничего подобного не произошло, я, значит, как стояла с этой бумажкой в руках, возьмите, возьмите, проверьте меня, она просто посмотрела, что у меня в руках что-то есть, сказала иди и я так подумала нифига себе как бы ну ладно у меня пронеслась мелькнула мысль что поскольку я лечу штаты то канадской стороне совершенно все равно в принципе есть у меня тест или нет потому что я улетаю и как бы летите волды летите везите свои вирусы и бактерии ту страну куда вы летите она в общем как бы пофиг что в общем то не совсем правильно но как бы логично и я подумала что тест у меня проект проверит на американской стороне чего тоже не случилось я заразе не скажу система такая когда вы летите из торонто в нью-йорк в америку то паспортный контроль и погранич пограничный контроль вы проходите в канаде в аэропорту пирсон то есть в любых странах в обычных других когда вы садите самолет и вы прилетаете туда то вы выходя из самолета вы проходите через паспортный контроль вас проверяют там проверять ваш паспорт спрашивают куда вы летите зачем вы летите и так далее а между канадой и америка вот такая вот ситуация что вы как уже в самом аэропорту торонто перед тем как подает пройти к своему гейту там стоят все вот эти вот машины которые вы проходите которые звонят а потом проверяют ваш багаж ручную кладь а потом вы проходите через американскую границу которая находится в аэропорту и вас там проверят паспорт спрашивают куда вы летите что вы зачем зачем насколько я честно говоря нервничала потому что у нас считается что теоретически в америку можно ехать только если у вас есть какие-то особые причины у меня как бы я уж там придумала целую историю о своих особых причинах но меня никто не спросил и меня никто не спросил про тест я ждала что на пограничном контроле меня спросят про мой негативный тест который я гордо значит размахивала всю дорогу в аэропорту а меня никто не спросил и тогда я поняла что когда я бузила в аэропорту и кричала что если вы мне откладывать и мой рейс на два дня то мой тест будет как бы экспард то он будет уже более чем 72 часа и мне могут не пустить самолет и они мне так сказали ничего ничего я поняла что когда я улетаю из канады этот тест никто не проверяет и никто его не спрашивает девочки которые живут в канаде не подумайте что я призываю вас не делать эти тесты потому как я не знаю это было вот моей ситуации может быть попадется кто-то более зловредный и начнет всех проверять подробно тест но вот так то есть все таки конечно на всякий случай нужно его сделать но он факт что особо никто никому не нужен еще для того чтобы вернуться в канаду из любой заграницы куда вы летите вы должны скачать ап который называется arrive can значит arrive это прибытие а кан это первые от канады то есть прибывая в канаду как бы этот ап называется и в него в него нужно download опять же важно на рейс ваш паспорт куда вы летите зачем вы летите все ваши прививки почему потому что сейчас канаде такая ситуация что если вы полностью привиты то вы приехал назад в канаду вам не нужно сидеть две недели карантина если вас нет прививки вы должны сидеть карантин поэтому есть этот ап я хотела его заполнить дома но мне ап сказал что я могу когда я написал когда я лечу из из америки в канаду мне написал ап что я должна заполнять за 72 часа до моего вылета в канаду из той страны где я прибываю ну кей я подумал кей я заполню его штатах перед отлетом перед тем как лететь поскольку я знала что мне нужно будет сделать тест там в нью-йорке для того чтобы вернуться в канаду мы здесь трое договорились значит решили значит она спрашивала поискала значит ей ей сказали что тесты делают в аптеках cvs это довольно большая сеть в америке девочки в америке живете знаете тем более в в америке это делал бесплатно прекрасно но тоже надо сделать appointment онлайн я значит зашла туда на их веб-сайт тоже там дала все свои данные сделали мы appointment где-то за три дня до моего полета они мне прислали email подтверждением и моей очереди моего appointment и то есть у них был мой email все они один раз я получила от них это важно важно важная информация и все я полетела прилетела провела прекрасный отпуск замечательно все было вы видели мои видео если не видели то обязательно посмотрите там есть на что посмотреть и я перед за три дня до отлета улетала я воскресенье и пошла делать свой тест в четверг утром то что летела я воскресенье утром мы туда пришли значит все замечательно прекрасно мне сделали тест я спросил как я его получу они сказали что они прошли мне ему день два сутки двое значит я получу свой ответ и я все я забыла про это на завтра я ему не получила от них ответ ну ладно мне сказали сутки 2 это был уже пятница в субботу утром я все еще не получила от них ответ я начала нервничать потому что мне воскресенье надо лететь а в субботу утром через 48 часов после теста у меня результат еще нету в общем то в последний день мою моего пребывания в нью-йорке полдня вернее мы с сестрой занимались тем что мы бегали пытались добыть этот тест мы туда звонили писали email тексты в общем ничего не ничего в общем как как об стену мы даже туда сходили в эту аптеку но дело в том что в аптеке как и в канаде кстати тест делает представитель какой-то лаборатории так же как в канаде вот в этой самой аптеке тест делает не сама аптека а лаборатория вот когда вы даете свои анализы там кровь и так далее то есть лаборатория куда вы ходите и вот эта самая лаборатория ее представитель приходит в аптеку и берет у вас тест то же То же самое было в Канаде, то же самое было в Нью-Йорке. Аптеки CVS сотрудничают с какой-то лабораторией, я не помню ее название, но это неважно. Они сотрудничают с одной, поэтому не идите делать тест в аптеке CVS, просто ищите другие места. Сразу вам скажу заранее. Мы пошли в аптеку. Мне сказали, что сегодня суббота, их представителей нету, они по субботам тесты не делают. Мы ничего не знаем, обращайтесь в эту лабораторию. В лаборатории телефон никто не берет, автоответчик, им его не отвечают. Я скачала их ап в надежде, что имея ап на телефоне, я как-то смогу к ним пробиться, все без толку. В общем-то, единственное, что нам удалось дозвониться до этой аптеки, и по моему дате рождения и фамилии, они мне сказали, что тест, сделанный вами от такого-то числа, негативный. Если вы хотите получить результат вашего теста, пошлите нам текст-мэзич на номер телефона такой-то, и мы вам пришлю текст-мэзич с вашим ответом. Я им послала текст-мэзич, но завтра я не получила ничего. Пипец. Ситуация патовая. Но я помню о том, что когда я летела из Канады в Нью-Йорк, мой тест был никому не нужен, ни канадцам, ни американцам. Никто у меня его не проверял и не спрашивал. Легкомысленно решила, что, видимо, это все чисто, вот знаете, бюрократии про форма, никому эти тесты не нужны, просто, ну, как бы, людей заставляют их делать, а на самом деле, по факту, их никто не проверяет. В этом была моя ошибка, и в этом было мое заблуждение, потому что вот так вот меня расхолодили в Торонтовском аэропорту. И с таким же настроением я поехала в воскресенье, когда я должна была улетать в аэропорт Лагардия в Нью-Йорке. Я должна сказать, что, а, еще, я должна сказать, что когда я стала заполнять этот ап, который, собственно говоря, нужен для того, чтобы вернуться, влететь в Канаду, я туда дам вот все мои прививки, все-все-все, и, значит, ап меня спросил, сделали вы тест? Я написала, да. Знаете ли вы, что ваш тест негативный? Я ответила, да, потому что я знала, я получила ответ, автоответчика, что у меня тест негативный. И я ждала, что сейчас этот ап попросит меня скачать этот тест, но ап меня не попросил. И сказал, окей, you got to go, значит, ты можешь лететь. И дал мне, выдал такой, как бы, приславный такой ресит, как будто бы, который я должна была показать. Ну, как бы, буквы, цифры, в общем, какой-то баркод, номер, который я должна показать по прилете в пирсом Торонто, что у меня есть, что я, как бы, получила approve, я получила добро на то, чтобы влетать в Канаду. Я подумала, ну, отлично, раз они не просят, я дам вот этот тест. Значит, они мне верят на слово или что? Я не знаю, я, как бы... Вот. И, приехав в аэропорт, в аэропорт Лагарди в Нью-Йорке, опять же, я не пошла на стойку регистрации Air Canada, а я пошла на вот этот автомат, потому что мне не нужно было сдавать багаж. Я получила, я все, значит, просканила свой паспорт, просканила свой баркод, который у меня был, потому что я зарегистрировалась уже онлайн на мой рейс. Мне выдал автомат-посадочный талон, я на него не посмотрела, что тоже была большая ошибка. Положила его в свой паспорт, пошла, прошла проверку чемодана, прошла паспортный контроль с американской стороны, все, и пошла к своему Ельту. Снимала видео. Снимала видео о том, какой красивый аэропорт Лагарди. У меня было очень много времени. Я приехала рано, и думая о том, что будет большая очередь, потому что Торонто была на вылет очень большая очередь, поэтому я подумала, что то же самое будет в Нью-Йорке, в Нью-Йорке никого не было. И я приперлась там за три часа и болталась по этому аэропорту. Я вам вставлю, наверное, какие-то кусочки, потому что там действительно очень красивый аэропорт, там было на что посмотреть. Я там болталась по дьюти-фри, снимала там очень красивый фонтан. Я даже не знаю, может, я отдельное видео выложу, если нет, то поставлю вот сюда картинки. Ну, и, в общем, короче говоря, я вот так вот гуляла-гуляла-гуляла по аэропорту Лагарди. Сидела, пила кофе, в общем. И вдруг какая-то у меня стукнула идея посмотреть, собственно говоря, в свой посадочный талон. И посмотрев на свой посадочный талон, я увидела, что у меня нету места. Когда вы берете, когда вам дают посадочный талон, там всегда написано там ваш сид, намбер, то есть ваше место там 23С, 15А. Ну, у вас сейчас есть место и зона самолета, в которой вы сидите, потому что погрузка в самолет происходит по зонам. Сначала заходит зона первая, вторая, третья, там, четвертая, пятая и так далее. То есть вы, зная, не идут все стоят в очередь, сначала, говорит, зона первая, заходите, зона вторая, и зная свою зону, вы сидите, ждете, пока вас позовут уже грузиться в самолет. И я смотрю, что у меня нету ни номера сита, ни зоны, то есть ни кресла номера, ни зоны, в которой я сижу. Я, значит, подошла, уже там пошились девочки на гейте, и говорю ей, слушайте, я взяла этот посадочный талон в машине, и мне почему-то не дали сит. Она говорит, что мы тебе дадим сит? Начинает там что-то класс в компьютере и говорит, дай мне свой ковид-тест. И я так... Опа! Вот, она настигла меня. Я ей начинаю объяснять. А вы знаете, у меня нет ковид-теста. Вообще, то есть, только я сказала эту фразу, она сразу только на меня посмотрела и сказала, я не могу тебя посадить в самолет. И я так, жах, меня так, знаете... Что значит, как? И я ей говорю, вы понимаете, я сдала тест, но я не получила результат. Мне автоответчик сказал, что я негативная, что у меня тест... Я могу сейчас туда позвонить и дать вам послушать. Она смотрит на меня, как на ум лишенную, естественно. Сейчас вам позвоню и дам послушать автоответчик. И говорит, я без теста тебя в самолет посадить не могу. Значит, сказать, что я была в шоке, ну, вообще, в трансе, я не могу сказать ничего. Это было просто вообще... Девочки, ну, вот правда, вот вы представляете, вы два часа болтаетесь по аэропорту, вы не знаете, куда себя девать. Вдруг вы подходите и вам говорят, я не могу тебя посадить на твой рейс. Я говорю, а что мне делать? Она мне говорит, у нас есть в аэропорту лаборатория, которая делает быстрые тесты, с которыми мы тебя посадим. Но ты вряд ли успеешь это сделать на свой рейс, потому что это долго. Это берет время, берет час самоанализа, там обычно очередь. А у меня до рейса час. Если бы отложили немножко, в общем... И я такая, о май гад, какой... Где лаборатория? Она говорит, ну вот ты пойдешь вверх-вниз, там направо-налево, там спустишься в лифте на первый уровень паркинг, и там, значит, есть эта лаборатория. А я, знаете, когда вы в таком состоянии, вот таком вот шоком, у вас перестают работать мозги. Ну, у меня все перестают работать мозги, как следует. И она мне объясняет, куда идти, а я вообще не понимаю, что... Огромный аэропорт в Лагарде, большой аэропорт. И я ушла на гейт по указателю. Теперь мне надо вернуться назад, вернуться, выйти. То есть как бы то, что я проходила все, паспортный контроль, багаж, это все как бы кэнцел, все отменено. Мне надо все это делать по новой. Я уже должна фактически выйти из аэропорта, пройти на паркинг и там искать это место, где делаю тест. Я стала ее просить. Я стала, ну, там чуть ли не плакать, потому что я говорю, слушайте, ну, это ужасно. Как же мне... Я говорю, я сюда летела с таким приключением, и сейчас еще назад. Она мне говорит, какое это имеет отношение, что сюда летела с приключением? Ты же не знаешь, что надо сдавать тест? Я говорю, я знаю, что надо сдавать тест. Но мне его никто не попросил, когда я летела в Штат из Канады. Я как бы подумала, что это как бы, ну, не такое уж обязательное дело. Она так смотрит на меня опять, как на эту самую, и говорит, ты с Луны, что ли, свалилась? Ты что, не знаешь, что без теста тебя не посадят ни в одной стране мира в самолет? Я говорю, меня посадили в Канаде в самолет, не посмотревши даже в мой тест. Она говорит, ну, это канадские проблемы. У нас вот в Штатах вот так. Air Canada, которая я летела в Америку, которая меня посадила, не посмотревши в мой тест самолет, у нас, в Америке, она мне говорит, тебя не посадят в самолет, в Канаду, если ты, у тебя нет теста. Девочки, что вам сказать? Я, в общем, короче, я ломанулась искать этот, я была в ужасе, я была в истерике. Вот честно, я была в истерике, только, известно, что это не было так прям явно, но как бы я старалась держать себя в руках, но я побежала искать, где мне сделать тест, это было нелегко, это очень запутанный аэропорт, я долго там носила с этим своим чемоданом, в общем, короче, как безумные, глаза на темечке, такая попала по номер 6. Короче говоря, нашла, где делать тест, там стояла огромная очередь, очередь из нормальных таких людей, вроде, не то, что какие-то отморозки, которые не знают, что надо давать тест, чтобы лететь, куда-то, чтобы сесть в самолет, видимо, такую же ситуацию, как я, но я постояла в этой очереди, у меня взяли тест, у меня взяли иммул, мне сказали, что мне в течение часа пришлют результат, и я побежала на стойку Эркана, чтобы получить новый посадочный талон, я, значит, к ним, они мне говорят, ты должна дождаться результат своего теста, пока ты не получишь свой тест, мы вообще не можем с тобой даже разговаривать, а мой рейс отложили, отложили и еще раз отложили, и я знаю, что мой рейс еще здесь, но нету моего теста, то есть я теоретически еще могу успеть на свой рейс, но я должна, и я, значит, смотрю свой телефон, обновляю, обновляю все время свой иммул, обновляю, жду, что мне придет тест, потому что я, когда пришла к ним сначала, я им говорю, вот так и так, все им стало объяснять, они так сочувствованно на меня смотрели, ну, как бы, правило есть правило, и они мне говорят, ну, знаешь, ты вряд ли улетишь сегодня, потому что все рейсы забиты, забуканы до последнего, и ты вряд ли, если ты пропустишь свой рейс, то ты, скорее всего, улетишь завтра или послезавтра, и я такая, о май гад, нет, снова, у меня не была такая аховая ситуация, я вернусь к сестре, я могу не остаться еще на день, на два, но мне нужно снова звонить своему начальнику, просить еще два дня отпуска, и вообще все это как бы, ну, вы понимаете, да? Кроме всего прочего, что для того, чтобы сделать новый билет, они мне сказали, на другой рейс, я должна еще заплатить 150 долларов. Я была готова заплатить больше, я была готова купить билет в бизнес-классе, заплатить еще гораздо больше, только чтобы у меня посадили, и чтобы я уже улетела, понимаете? Но, если нет места, то нет места. В общем, короче, наконец, я получаю результаты своего теста, и я бегу к стойке Air Canada, и говорю, что, и я знаю, что мой самолет еще не улетел, и я могу, в принципе, на него успеть, потому что я понимаю, что если я на него не успею, я могу застрять еще на день или на два. И я к ним подхожу, и говорю, вот мой тест, вот все, они так долго его проверяли, проверяли, и я говорю, я могу еще успеть на свой рейс, она говорит, рейс еще на земле, но он уже закрыт. Мы не можем тебя уже на него отправить. Я опоздала на мой рейс, наверное, минут на 10-15, вот именно так. То есть, это было так все нервно, и это был такой стресс, девочки, что, я не знаю, наверное, у меня появилось намного больше седых волос, чем они у меня были. но, то, что было. Короче говоря, стали проверять у меня прививки, хотя они не должны, они не имеют права, потому что у нас до какого-то сентября можно лететь, если у вас негативный тест, вы можете лететь, будучи непривитыми. 22 сентября, по-моему, у нас сделали закон, ну, в общем, приняли правило, что без прививок вы можете садиться в самолет. Но прививки у меня проверили, хотя они должны были. Ну, ладно, проверили все, значит, и она стала искать мне рейс, и говорит, ну, полетишь послезавтра. Я такая, нет, нет, пожалуйста, найдите мне билет, мне очень надо, в общем, короче, и так странно, да, она говорит, ну, хороший вечер спознать, я посмотрела еще раз, говорит, а, вот есть билет на сегодня, на 5 часов вечера. Я так, так странно, знаете, полетишь после завтра, билетов нет. Потом еще через полчаса она посмотрела еще раз, говорит, ну, о, есть билет на сегодня, на 5 часов вечера. Ну, я не знаю, как это работает, но, во всяком случае, вот так это было. Я, радости моей не было вообще предела, девочки, если честно. Я, ну, конечно, была в таком состоянии, что я была готова расцеловать эту девчонку, причем, значит, так, она начинает букать мне место на этот рейс, и сидит, что-то ковыряется, кому-то звонит, кому-то спрашивает, ходит, отходит, а я сижу, а я стою, вернее, и трясусь, потому что я боюсь, что пока она вот копается, этот билет уйдет, кто-то его закажет, например, онлайн кто-то, или кто-то на другой стойке, там, или кто-то, знаете, потом она, значит, взял мой паспорт, потом взял на кредитную карточку, просвайпала три раза, наверное, я так, вообще, надо проверить, сколько раз мне сняли эти 150 долларов, и все никак, и все копается, все куда-то звонит, и все куда-то, куда-то с кем-то разговаривает, и кто-то к ней подходит, и она кому-то ходит, и я это тоже, наверное, полчаса, я говорю, блин, сделайте мне уже билет, и отпустите меня, короче говоря, в конце концов, она мне, значит, сделала этот билет, выдала мне его в руки, опять же, без места, почему я тоже как-то так, немножко, знаете, да, и я, значит, уже счастливая, окрыленная, побежала снова на тот же самый гейт, прошла снова паспортный контроль, снова проверку чемоданов, багажа, в общем, в своей уморочной клади, снова, значит, туда, к этому гейту, уже там сидела, не отрываясь, как только появились там эти девочки, которые работают на гейте, которые, они только открыли компьютер, я сразу к ним, значит, говорю, девочки, и вот у меня посадочное это, но у меня нету места, сделайте мне место, и они мне говорят, минуточку, подожди, и я так опять, о, ну, опять такое, знаете, что сейчас, вот, ну, и там кого-то подзывают, зовут одного другого по фамилии, меня не зовут, не зовут, а я же такая психическая, знаете, старую, старая психическая, я, значит, опять к ним подбежала, опять, говорю, пожалуйста, делайте мне место, мне нужно место, она мне говорит, а знаете, есть именно такая ситуация, что когда маленький самолет, он полностью забит, то если человек летит с ручной кладью, большой вот эти, знаете, маленькие, большие такие, большая ручная кладь, но маленький чемоданчик, они их как-то просят, что ты не возьмешь их с собой в кабину, в самолет, а возьмешь, можно их сдать, как бы, а потом в самолет багаж, и потом тебя его, потом ты должен налить, его, значит, ловить, и никто не хочет, потому что все люди берут маленький чемодан, чтобы, именно для того, чтобы сесть с самолета, выйти, и не идти, не ждать свой багаж, собственно, так же сделала и я, но они пытаются у всех, значит, этот, свою ручную кладь, дать багаж, чтобы у них меньше было веса, потому что очень набитый самолет, я ей говорю, мне нужно место, она мне говорит, дайте мне свой чемодан, я говорю, берите чемодан, но не так сказала, она сказала, дайте мне свой чемодан в багаж, и возьмешь вас в самолет, я говорю, конечно, берите мою чемодан, берите все, дайте мне только уже улететь отсюда, о, ну, в общем, вот такая у меня была история, девочки, длинная, очень нервная, Очень неприятное. Когда я прилетела домой в Торонто, я была счастлива, что я уже долетела. Я была очень сильно, я очень устала, я страшно перенервничала. И прилетевши домой, я сказала, что, знаете что, если вам никуда не надо летать, сильно не надо, то не надо, никуда не летайте. Потому что это такая нервотрепка с этими тестами, со всем этим. И правда, что, знаете, я рада, что я слетала. Я очень рада, что я повидала свою семью. Это был прекрасный отпуск, который мне испорчен был моим полетом назад. Но я это пережила, перемолола, переварила. Сейчас со смехом вам это все рассказываю, хотя мне было вообще не до смеха ни разу там. Вот, такие вот дела. Хотела вам рассказать, чтобы вы знали, может быть, кому-то это пригодится, может, кому-то это будет интересно. Все, до следующих встреч, до следующих видео. Всем уже привет из Канады, люблю, целую. С вами была ваша Дита, пока-пока-пай. Субтитры сделал DimaTorzok